Потом дальше продолжается аят, и Аллах говорит, что эти ангелы не смогут быть заступниками, кроме за того, кому пожелает Аллах. То есть имеется в виду судный день. Чернила Ислама, великий ученый, сахаба, сказал, то есть они будут заступаться только за того, кому позволит Аллах. О ком идет речь? Ибн Аббаса, рада Аллаху анях, он сказал, за тех, кто сказал, за тех, кто сказал, шафа'а не будет за неверующего, заступничество не будет за кафера. Аллах говорит, касательно неверующих, им не поможет заступничество тех, кто за них заступается. Кроме как приводится то, что пророк Мухаммад, салаллаху алейкум, единственный случай, сможет заступиться за своего дядю Абу Талибе, чтобы Аллах ему уменьшил наказание в аду. Вечное наказание в аду, как сказано, самое легкое наказание в аду, тапочки, дощиколток из огня, от которых будут кипеть мозги. однако здесь, в этом аяте имеется в виду, какое заступничество? не заступничество пророков, а заступничество ангелов, это отдельное заступничество, по отношению к верующим. И вот этот аят, братья, нас с вами подталкивает того, чтобы мы с вами радовались и смотрели, какая есть связь между ангелами и верующими. Когда Аллах описал тех ангелов, которые будут нести трон Аллаха, Аллах сказал о них, те, которые несут трон Аллаха, и те, кто вокруг него, то есть еще ангелы вокруг трона, они все восхваляют Аллаха и веруют в Аллаха и просят прощения за верующих, то есть за людей и джинов, просят прощения у Аллаха, несут трон Аллаха и просят прощения за нас с вами, субханаллах. Какая связь между ангелами и тобой, и верующим человеком? Это тебя подталкивает к тому, чтобы быть благодарным и любить ангелов Аллаха, субханаллаху ата'але. И говорят они, О, Аллах, ты покрываешь все своей милостью и своим знанием. И каждому верующему ангел придет, когда душа его будет исходить из тела, когда он будет умирать, и будет подниматься в небеса. Эти ангелы Аллах пошлет для того, чтобы радовали верующих. То есть что-то новое увидит. Мы с вами что-то новое увидим, то, что раньше не видел, ангела смерти. Будет страшно, а эти ангелы будут успокаивать. То есть радовать то, что будет впереди тебя. Чтобы с такими словами не печалься то, что ты оставил, не переживай за это. И радуйся то, что тебя ждет впереди. И будут радовать его раем. Как Аллах, Субхану Ва Та'Аля, говорит, То есть те, которые сказали, наш Господь Аллах, потом пошли по прямому пути. Им нету страха, не печальтесь за то, что вас оставили. И радуйтесь то, что вас ждет. И мы ваши аулия, То есть мы ваши близкие друзья, ангелы скажут, были в Дуния с вами на поклонение, когда вы поклоняете Аллаху. И в Ахирате тоже мы вас будем сопровождать. Аллах пошлет специально этих ангелов поддержку верующему человеку, чтобы его проводить в Дарайской обители. То есть они будут заступниками ангела только для того, кому пожелает Аллах, Субхану Ва Та'Аля.